На торжественной линейке выстроились представители 16 школ района. В каждой команде не более 6 человек. Прямо напротив испытуемых члены судейского корпуса. Среди них представители общества Красного Креста, административных служб и силовых структур Ленинского района, преподаватели и врачи. В самом начале рапорт. Товарищ главный судья, санитарный пост Московской школы к соревнованиям готов. Командир санитарного поста Гурский Евгений. В ходе состязания ребятам нужно пройти 9 этапов. На каждом из них строгие судьи проверят знания учащихся в самых разнообразных областях, а также их навыки, как в деле оказания первой медицинской помощи, так и ухода за больными. Основная цель дать детям знания медицинские при спасении, при экстренных случаях, чтобы они не терялись и знали, что в таких случаях делать. И возможно кто-то из них станет посредством медикам. На этом посту проверяется состояние аптечки. Но членам отряда необходимо ответить и на ряд вопросов. В каких случаях применяется то или иное средство, или зачем необходимо несколько видов бинтов. Покажите мне, что у вас там уходит. Аммиак 10%. Бинт 5 на 10 сантиметров, 4 штуки. А вот испытания на знания. Лекарственные растения и их применение. А вдруг чрезвычайная ситуация случится в лесу или чистом поле, а под рукой ни аптечки, ни бинта. И к этому надо быть готовым. Правила сборки. Это должна быть сухая погода, летняя. Правила сушки растений. Это сухое место, в которое не поступает влага и солнечный свет. В актовом зале школы конкурс художественной самодеятельности. Иногда исполнители поют, может быть, не совсем стройно, но от души. Это не забава, это не игра. Хочешь быть здоровым и любить всегда. Судя по количеству наград, которые стоят в судейской комнате, без поощрения не уйдет никто. Хотя судьи отмечают, что лучшие знания показывают те, у кого и по обычным школьным предметам хорошие оценки. Уровень подготовки очень разный. Чаще это зависит от того, насколько вообще развит ребенок. Это уровень общего развития ребенка, уровень развития в семье, уровень его личной гигиены, правильно, уровень его интеллектуального, я бы сказала, развития. Потому что некоторые дети говорят, что леч-инфекция распространяется воздушно-капельным путем. От знаний плавный переход к навыкам. Перевязка и транспортировка больных. Тут каждый желает внести свою лепту, если уж не действием, то хотя бы советом. Еще одно состязание, пусть и заочное, конкурс плакатов. Он посвящен 150-летию создания Красного Креста. Строгая жюри на самом деле весьма высоко и с юмором оценивает творчество ребят. Важность соревнований в том, что здесь ученики еще и общаются с теми, для кого помощь людям – ежедневная работа. Именно они и являются судьями на этапах. Все школьники долго готовились и уверены, что и профессионалы оценят их по достоинству. Мы начали готовиться с прошлого года, изучали всю теорию, историю Красного Креста. И, конечно, все тренировались по перевязыванию раны. Думаю, что у нас все хорошо. Надеемся, что займем первое место. Это тот случай, когда главное не победа, а те знания, которые ребята получат в ходе мероприятия. И, возможно, когда-нибудь именно они не растеряются и помогут пострадавшему или спасут чью-то жизнь. А это и есть лучшая награда. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова